11 час талисмана продолжаем двигаться к этому как его кощею бессмертному вернее к змею горынычу к змею горынычу путь тернист не ковровой дорожкой услан так сказать так магический открытый шлем магический доспех из твердой кожи берем вот эти вот летающие вампиры они тоже кусачие то есть их тоже надо мочить хотя не в воздухе но наш герой их достает так стоп стоп вот эти вот воины по моему они тоже да они тоже они тоже возвращают к сожалению урон короче надо мочить надо надо мочить этим грозовым штормом вернее ну ураганом или шторм я не помню как называется но фишков торн господи я не то я не то загрузил извиняюсь короче я узнал оказывается что торнадо можно применять хоть на другом конце экрана то есть там нету такого что шторм должен быть возле тебя ты можешь большой дистанции долгить штормом безнаказанно это заклинание здорово облегчит нам жизнь магический череп это броня одеваем так магический что там ты куда же ты пошел то магический доспех из твердой кожи надеваем так давайте вот этого летающего вампира побьем и что он не убивается что ли то есть его надо только магии мочить что ли да он не горит почему-то ну и хрен с ним тогда я пошел дальше не он кусается его даже можно по нему попасть не знаю почему-то он час а ведь и он бьет по ним можно попасть по нему почему то он может знаю почему стоп 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 сейчас меня убьют это давайте штормом их долбить Эти ребята, по-моему, если я не ошибаюсь Возвращают урон Поджигаем их Тихо-тихо-тихо Не бить, не бить их Потому что они возвращают урон Проверенные Давайте тогда водить вот так вот хороводы Они будут скапливаться в кучу А я буду против них применять шторм Я думаю, это будет неплохой Неплохая тактика Травить их бесполезно Только огненным штормом Первые жертвы пошли, я вижу Подпалил Подпалил воина Магического Воина-призрака Так, ну с воинами-призраками вроде бы покончено Так, кольчуга Половина причем кольчуги Так себе Магическое нарукавье Одеваем Продолжаем путь В этого летающего красного вампира И так просто ты не попадешь То есть Не буду я пока на них внимания обращать Домик без крыш Это что такое? Ерунда Не буду брать Кстати, видите Ураганам довольно легко Они разрушаются Убиваются Магические вампиры Я понял Еще один бес Ого, тут сколько монстров Как жалобно пищит Бес Вот этого беса Почему-то Призрака беса Почему-то вообще урон не наносится Давайте его поджигать тогда Есть поджечь Ого, тоже Ого, тоже Ого 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 Ух ты, как тут много всего Ужас Ну я их сейчас буду так же С помощью урагана Долбить, пожалуй Так, он может Возвращать урон Поэтому Сейчас проверим Если я потеряю, умру То значит Будем магией долбить Нормально Вообще Я, на самом деле Получаю Начинаю получать Прямо нестящее удовольствие От этой игры Когда немножко Как бы освоился Привык Очень даже нравится Честно говоря Продолжение следует... Продолжение следует... Так, давайте сохранимся Вдруг он возвращает урон Этот призрак Воин Нет, не возвращает Блядь, а вот это что было? Почему вот он сейчас сдох Почему он сейчас сдох? Я не понял То есть какой-то призрак Все-таки вот этот Который я ударил Возвращает урон Тогда почему Предыдущие Абсолютно такие же призраки Урон не возвращали? Я не понимаю Этот не возвращает Возвращает урон Вот эти ребята, я боюсь, что возвращают урон Давайте Вихрь против них применим Кстати, против призраков вихрь не действует, обратите внимание Первые жертвы среди призраков пошли Ай-яй-яй-яй, меня окружили Черт, я тут на скелетов еще нарвался, вот это совсем неприятно Попробуем прорваться Так, призраков воинов больше не осталось, а усыбшими я как-нибудь с парнями разберусь Вываливаются белые заклинания, но меня интересуют Темные Белые я уже говорил много раз Использовать больше не буду Так, золото, все, что вывалилось, все забираем Субтитры сделал DimaTorzok Вот девчонка, помните, которую в одном из побочных квестов в Яре просили освободить Я ее освобожу, но везти я ее не буду То есть она, понятно, что погибнет Слишком много мороки Слишком много времени это занимает Потому что награда будет, скорее всего, крайне скромной А вот и Змей Горыныч Приветствую тебя Великий Змей Я здесь с миром Мне известно, что ты имеешь одну из частей карты талисмана Перуна Я хочу одолжить ее на время Проси за это, что хочешь Нет, человек Я не могу одолжить тебе свою часть карты И причин этому несколько Главное из них это то, что карты у меня нет Ее выкрал Фальк, старый маг Башня которого недалеко к западу от моего логова Негодяй скрылся И я не могу его теперь отыскать Принеси Мне его голову И мы продолжим разговор А какие другие причины? Разговор окончен, человек Ладно, я ухожу, Змей Но чует мое сердце, что мы еще встретимся Получено новое задание Змей Горыныч сообщил, что у него нет ни одного куска карты И их следует искать в башне чародея Фалька Змей открыл проход в обменное обещание убить Фалька Идем в проход к Фальку К магу Я не знаю, где это находится Я пробовал идти через лес Я там застрял Карта перестала двигаться Вот сейчас вот переиграю второй раз Но я так понимаю, надо по дороге идти И в конце концов на какую-то разделку мы выйдем Видимо так Субтитры делал DimaTorzok Тут респондовалась небольшая группа скелетов Давайте их убьем Может быть Какое-нибудь Зелье вывалится Пара бесов К вашим услугам Не будут Не будут Помилованы Будут убиты Кристалл равновесия Выравнивает знания магии смерти и магии жизни Ну, я думаю, что Обойдусь Потому что, во-первых, я все-таки предпочитаю делать ставку на черную магию Для этого мне Выравнивать ничего не надо Так, небольшая группа зомби И отряд Отряд Оборотней Одним ударом Видите, сразу несколько валит Так, рукавицы нашел Немного денег Могильный камень Могильный камень Короче, ладно Не буду я сильно на них отвлекаться Ходят они еле-еле время терять Идем искать этого чертового мага Сейчас опять может быть глюк То, что карта не будет пролистываться Сейчас я приду через 30 секунд Слых А-а-а а-а 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 Что тут деревья на нас напали, пока я ходил, да? Я вижу, что наш герой уже всех раскидал без моего участия. Молодец. Молодец. Небольшой отряд шершеней кинулся за нами в погоню. Если догонят, сразимся. Если нет, то хрен с ними. Так, а вот с деревьями, ожившими деревьями, придется разбираться в любом случае. В принципе, у меня здоровье дохренище, я могу применять даже и магию, смело. Благо, у меня есть живая вода, которая восстанавливает здоровье со временем. Если здоровье есть, почему бы не применять магию? Тем более, она от этого прокачиваться начинает. Дерево, вернее, лешего несчастного отравили. Он вроде как и стал дружелюбным, но... Поскольку мечта у нас, благодаря артефакту клыки змеи, отравлен. Скоропостижно скончался. Вот эти вот шерстни, я заметил, они такие вороватые. Вот что на землю упало, как сороки, тут же бегут подбирать. Это вот именно у шерстни такая вот... Особенность их... Их поведение. Здесь можно немножко поторговаться. Магически открытый шлем. Ну и все. Дальше только... Только целебные зелья закупаться. Кстати, я уже столько времени таскаю с собой вот этот пузырек с кровью, который полный излечения с благословением. Может быть, избавиться от него? Я за всю игру ни разу им не пользовался. Я его продал, короче. Субтитры сделал DimaTorzok Короче, я буду ездить. по дороге потому что есть я уже один раз попытался пойти через лес типа срезать в итоге уперся в конец карты потом камера начала глючить карта отказалась проматываться поэтому не буду я не буду я испытывать второй раз просто тупо по дороге буду идти все да это может быть дольше зато не заблужусь так судя по музыке мы добрались до яра двусторонний топор силу 8 так себе прямо скажем так а длинная сабля силы 7 не знаю в яр будем заходить продавать честно говоря такие шмотки дешевые у нас туда же но если только зайти чтобы купить этот чтобы целебных зелий купить побольше у меня сейчас 2600 но я бы хотел вообще 5000 иметь 5000 запас здоровья пусть непонятно что будет кащеем говорят что он ужасно неубиваемый и опасный ну давайте давайте соберем я я в яр забегу действительно все таки к торговке надо зайти я думаю лихо лихо не часто встречается в игре этот краснокнижный вид кастует магию вашу и так далее еще одну лиха не фига себе целая я походу на целое семейство лих на нарвался ой-ой-ой не утонуть не утонуть болотами а лихо утонула лихо утонула друзья лихо утонула в болоте после моего удара она отлетела болот и там за линию утонула также открытый шлем кстати мне и так шлем неплохой напала небольшая семья семейка шершней шерст не это хороший рису источник целебных зелий и денег день с деньгами у меня и так все в порядке а вот зелье нужны поэтому не будем уворачиваться уклоняться от сражения по-моему вот эта дорога должна вести к этому магу фольку ли как его там не важно как его зовут главное что его надо убить вот это самое главное да да это та дорога должна быть судя по карте глобальный ого да это ерунда давайте их давайте их этими штормами поддергаем один удар один труп вообще без проблем белые заклинания даже подбирать не буду будем делать упор на черные пусть а в ярта мы чё не будем заходить в яр вообще возможно стоило бы зайти на самом деле давайте я в яр все-таки забегу по-быстренькому давайте забежим по-быстрому в яр блин зараза мне кажется до яра далеко шлепать ладно не будем не будем идти в яр не будем непонятно сколько это время займет блин ребята в яр надо идти в яр надо идти потому что знаете почему потому что у меня просто мечи изнашиваются у меня один меч уже в плохом состоянии и 2 наполовину в плохом состоянии их нужно чинить давайте в яр зайдем все-таки действительно потому что непонятно с чем не придется столкнуться во владениях магов олька нужно привести свое оружие в порядок сто процентов сколько мы на это потратим времени ну минут может быть пять я думаю но того стоит сколько у нас и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Непонятно, где этот город должен находиться Налево, если пойду Куда приду? Налево я, кстати, не ходил А, ну вот, вот город, все понял Это город Давайте заскочим Куплю лекарственные зелья Продам лишнее О, один из разбойников, которых нам велели убить Давайте убьем его Теперь я уже научился Пользоваться заклинанием Смерч То есть мне даже не нужно к ним близко приближаться Чтобы на них кастовать это заклинание Видите? Я их с безопасной дистанции могу долбить Правда, я не вижу, где они находятся Ой, я своих долбанул Черт подери Ну они, в принципе, кстати, вроде и не стали на меня нападать Ну что, завалил я этого, да? Я завалил главаря бандитов Все То есть это один из побочных хвестов Который мы должны были выполнить Стражники отнеслись с пониманием К тому, что они тоже немножко пострадали Я все-таки убивал бандита Они просто, как говорится Их немножко случайно зацепило Сразу идем к той торговке Которая продает зелье Кстати, а почему у нее зелья нет? Как такое может быть? У нее реально нету зелий Что за трындец? У нее не респанулись зелья? Это как вообще такое возможно? Объясните мне Время уже сколько прошло? Два часа играю Так, сейчас зайду к этой торговке Но она, по-моему, у нее там один флакончик Один флакончик всего в продаже Да, как обычно А, это пузырек с кровью Тем более Это даже не целебные зелья, друзья Так, ладно Сейчас я подойду Секунду 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 Извини, друг Я просто наделался, что у тебя будет пузырек с лекарством Секунду 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 куда ты побежал урод побежал месяца забирать плюнул на то что он злодей должен меня атаковать побежал за собирать шмотки так ну чё нам вот сюда значит да попробуем вот сюда пойти возможно это приведет к логову вот этого мага кстати башня то а нет это волхов это не башня я надеюсь что эта дорога ведет к магу если не она то я не знаю куда идти не понял а почему здесь лежат предметы кто здесь я здесь разве был я ж сюда не ходил по моему а 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 чё стрелка застрял что-ли все чё плохо я ни хрена не помню когда я последний раз сохранялся по моему давно стрел в какой-то то ли болото то ли что я надеюсь я смогу отсюда выбраться ребят пусть если нет то это катастрофа и давно вроде не сохранялся слава богу выбрался не буду рисковать за деньгой который там валяется блокпост шершней мы им сейчас наваляем вы замнили себя соловьями-разбойниками один удар один шершень а а а а и и и и а какие-то сапоги кожаные сапоги неплохо коготь медведя тесак тяжелый нет это неинтересно так же как и походный топор чем делать моем инвентаре все камера опять не двигается я думаю что если потусовать какое-то время возле края она в конце концов должна таки сдвинуться как я понимаю но но как еще игру ты не пройдешь по другому давайте походим попробуем как-то решить вопрос камера не двигается опять разбитые торговый какой-то караванчик я вижу торговую тележку так слава богу камера сдвинулась таки все таки черт возьми я ходил в город яр я забыл я забыл починить свою саблю понимаете у меня проблемы сейчас сабля сабля может просто не выдержать похода к магу это беда это беда у меня сабля в плохом состоянии и запасной нету мяч сидельный нет это полная дичь давайте я возьму как буду показ искать самое лучшее оружие из того что найду в крайнем случае воспользуемся медсидельным мечом но это конечно очень плохо потому что если у нас сломается все оружие мага то чем избивать будем топор я не могу использовать по какой-то непонятной мне причине напала стая шерстней получать шторм вот накидка только появилась тут же ее шершень подобрал засранец накидочку надеваем меня замочили чёрт возьми я надеюсь я давно сохранялся три минуты назад ладно переиграем три минуты это не так страшно три минут назад я сохранялся я не знаю как я не уследил за здоровьем отвлекся наваляем еще разок не вопрос просто опять эта камера чертова залипла не двигается влево придется пока поохотиться на местную дичь 10 и с и и 4 и то и Камера не двигается, к сожалению Не знаю, что делать Причем вообще ни в какие стороны не двигается Не вверх, не влево Он еще там и застрял, походу Давайте попробуем пройти как-то ниже Вот так вот лес обойти, может быть Я, кажется, понимаю, что это поможет Но нам как-то надо двигаться дальше-то О, камера сдвинулась, слава богу Умер я в прошлый раз, потому что злоупотреблял магию Здесь же магия здоровья отнимает Легкие противники, а я что-то давай колдовать Вот и результат Не уследил за здоровьем Ах! 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 Плащ-накидка Щит Так, что там такое наверху? Что-то вижу, наверху что-то вижу По-моему, какое-то логово оборотней Ну, опять камера не хочет двигаться наверх Опять камера не двигается Слушайте, а там кто-то квест вы, если я ошибаюсь Нет? А, нет, нет, это просто логово оборотней Ну, там могут быть какие-то ящики с товарами Ну, ладно Раз камера не двигается, я пойду дальше Это явно не обязательное для посещения места Здесь какая-то неба... Это что было? Это что... Это сейчас что было? Почему я умер? Сейчас, секунду Спасибо за субтитры Алексею Дубову! Я не понял, почему я сейчас сдох Вообще не понял Хорошо, что я незадолго до этого сохранился По-моему я умер после удара вот по этому лешему Ну вот как это возможно, почему вот я умер Это баг Вы хотите сказать, что леший вдруг ни с того ни с сего Стал возвращать урон, такого не может быть Это баг Теперь понятно, это баги Ну попробуем его спалить огнем Так, подобран предмет, змеиная серьга Ну это на продажу Ну ладно, раз вас нельзя бить, то значит буду сжечь огнем Попробую этих парней мечом порубить Значит это баг, значит это реально бага Ну вот я сейчас попробую ударить его Но кстати без последствий, этого без последствий Капор двусторонний, ну понятно, что я его не смогу надеть Использовать, да я не смогу А-а-а-а-а-а-а Продолжение следует... Они там ничего не охраняют? Нет, там просто болото. Музыка сменилась, возможно мы зашли во владение вот этого злого мага. Возможно. Так, я вижу здесь лагерь разбойников. Но теперь они для нас уже не проблема, потому что у нас есть, оказывается, мощнейшее заклинание смерч. Даже лучники нам уже не страшны, потому что этим заклинанием можно пользоваться на очень большой дистанции, на самом деле. Пару раз кастанул и всё. Посмотрим, что за ящик они охраняли. Сто тридцать девять единиц золотых монет. Ну, не густо, не густо, прямо скажу. Ааа! Сто тридцать девять единиц золотых монет. черт у меня скоро меч сломается а я дамаг даже еще и не дошел а прямая сабли это вообще не серьезно нож наручи наручи давайте возьмем хотя наручи у нас есть они просто скоро будут изношены друзья продолжим следующая часть всем спасибо всем пока